приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби решил сегодня приготовить ужин хочу сделать его быстро и вкусно делать сегодня буду картошечку по-французски и картошки будет домашняя колбаса сейчас поделюсь рецептом картошки и будем это все готовить для приготовления нам потребуется 12 картофеля 4 лука смесь приправ также приправу буду использовать такие не друг привез из туниса стакан молока и плавленый сырок картошку нарезаю кружочками и кружочек делаем не толстые объясню попозже почему и точно также буду нарезать и лук нарезочку сделаю за кадром чтобы не отнимать ваше драгоценное время и потом расскажу и поделюсь рецептом друзья нарезал картофель и лук взял такое вот стеклянное блюдо и теперь слоями выкладываю картофель и лук если получились более толстые куски положите их на дно и аккуратно не спеша выкладываете чередуя картошку с луком и каждый слой просыпаем приправами но с приправами поосторожней по вкусу любит поострее добавляете побольше кто не любит острое можете вообще без приправы не забывайте друзья добавлять немного соли опять же соли я ложу по вкусу лучше блюдо не досолить чем его пересолить вот так слой за слоем выкладываем картошечку после того как завершили укладывать картошку и лук берем молоко и аккуратно выливаем если одного стакана мало то можно добавить еще я примерно наливаю молока чтобы было пол уровня картофеля и после этого если у вас нету стеклянной крышки можно использовать фольгу закрываю фольгой и ставлю в духовку как понимаете картофель без мяса это как-то не по-мужски вместо мяса мы решили приготовить сегодня домашние колбаски рецепт домашней колбасы можете также увидеть у меня на канале ссылка будет в описании под видео как я делаю колбасу сделал проколы после этого ставлю картофель и колбасу в духовку при температуре 180 градусов буду пока что готовить ее около 40 минут а дальше будем смотреть вкладываю все в духовку готовить буду одновременно колбасу и картофель хорошо и удобно готовить в электроплите выставляю 200 градусов включая конвектор и два тена засекаем 40 минут все время выставил ждем контрольного сигнала примерно вот так вот это все готовится вот друзья прошло 40 минут работал будильник сейчас будем смотреть и проверять картошечка у нас теперь колбаски поджариваются как видно молоко закипела картошечка проваривается еще подождем минут десять достанем и посмотрим что получается прошло еще 10 минут достал картошку из духовки снимаем фольгу попробовал натереть сыр но сыр оказался очень мягкий выкладываю сыр целиком температуру все равно расплавится и надеюсь равномерно покроет картофель кто-то добавляет сливочное масло растопленное но мне больше нравится плавленый сыр теперь поставим минут на 25 готовится колбаска уже практически подходит и как видите картофель я поставил уже не накрывая ни крышкой ничем и продолжаем готовить 25 минус а уже приготовилась так вот аппетитно выглядит а картошка продолжает готовится пока что дальше еще буквально 20 минут так вот все аппетитно кипит и готовится как я и говорил плавленый сыр расплавился и равномерно растекся по картошке готовим еще буквально минут 20 на температуре 200 градусов и будем доставать достал блюдо из духовки немного остудил слил лишнее молоко если вам не нравится сильно жидкое можно слить и будет картошка по суше кому нравится в соусе в самом то можно оставлять молоко сейчас разложу по тарелкам попробую покажу вам что получилось но блюдо сразу скажу очень вкусное можно его кушать и без мяса просто как само блюдо как вот получилось картошечка очень приятный сырный запах сейчас на кухне само блюдо очень приятно можно есть как с мясом так и без него блюдо самодостаточное довольно вкусное с кусочком хлеба можно просто его скушать сейчас попробую и вам расскажу насколько вкусно это получилось запах и вкус топленого сыра мягенькая картошечка ну а домашняя колбаска сама по себе очень вкусная подписывайтесь друзья на канал оставайтесь на канале будет дальше много интересного много новых других рецептов ставьте лайки дизлайки всех благ вам и вашим близким друзья и и Продолжение следует...